Здравствуйте, дорогие зрители! Этим видео мы начинаем новую рубрику История песен группы Ария Ночь короче дня Это закрывающая композиция из одноименного шестого альбома группы Ария Музыка за авторством Виталия Дубинина и Владимира Холстинина Автор текста Маргарита Пушкина Музыкальная композиция перекликается с песни группы Iron Maiden Hello Me, Thy Name Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да и лирика у них схожа Лирический герой, находясь в заключении, проживает последние часы жизни перед смертной казнью Основой для лирики композиции Ночь короче дня Сужил роман Альберто Гамю «Посторонний» Где в заключительной главе главному герою приходит священник И пытается пробудить в нем веру в Бога Но главный герой наотрез отказывается брять иллюзию загробной жизни Автором обложки альбома выступил художник Василий Гаврилов Основой обложки выступила картина Ильи Репина «Отказ от исповеди», создававшаяся с 1879 по 1885 год Идея сюжета картины пришла к Илье Ефимовичу случайно Ему попалось на глаза стихотворение в запрещенном журнале «Народная воля», которое носило название «Последняя исповедь» В произведении Николая Минского рассказывалось о революционере, который отказывается покаяться перед лицом священника, готового отпустить ему грехи Приговоренный к смерти считает себя правым, поэтому не нуждается в покаянии История лирического героя композиции невольно перекликается с историей Дмитрия Каракозова Русского революционера, выходца из мелкопоместных дворян, совершившего 4 апреля 1866 года первый революционно-террористический акт в истории России А именно, покушение на императора Александра II Стрелял Каракозов у императора у ворот летнего сада, однако промахнулся По официальной версии, причиной промаха Каракозова стало то, что его руку оттолкнул картузник Осип Комиссаров Который впоследствии был возведен в дворянское достоинство с фамилией Комиссарова Камстромского 31 августа 1866 года, в результате процесса в Верховном уголовном суде, Дмитрий Каракозов был приговорен к смертной казни через повешение И был казнен 3 сентября на Смоленском поле в Санкт-Петербурге при Большом стечении народа Можно задаться вопросом, а не является ли ночь короче дня историей о Каракозове? Во втором куплете песни есть строчка. У нищих духом должен быть царь Бог Ведь русские цари, российские императоры были помазанниками Божьими, символом власти Бога в нашей Родине Илья Репель, нарисовавший вышеупомянутую картину, сделал зарисовку Каракозова перед казнью А вспоминал ли Илья Ефимович об этом человеке при создании своей картины? Знают ли об истории Каракозова Маргарита Анатольевна, Виталий Алексеевич и Владимир Петрович? Не хочется думать, что это совпадение Хотя, как в свое время сказала Марина Цветаева Читатель после прочтения того или иного произведения Невольно становится его соавтором, ибо видит свою трактовку событий произведения Надеемся, вам понравилась история данной композиции Продолжение следует